В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Правила трудоустройства студентами ФИ встретились с руководителями подразделения ядерного центра. Культ поход на канале 16 стартует новый проект. Клуб салонной мафии «Закрытый город» приглашает саровчан на свой день рождения. Далее расскажем обо всем подробно. Как правильно заполнить анкету, каким должен быть средний балл в дипломе и участие в каких олимпиадах дает весомые преимущества при трудоустройстве в ядерный центр. Наш город посетила делегации студентов Национального исследовательского университета МИФИ. Будущие физики, программисты и математики получили уникальную возможность встретиться с руководителями подразделений и напрямую получить ответы на все интересующие их вопросы. Дмитрий Лебедев родился и вырос в Арзамасе. В нашем городе никогда не был. Окончив школу с отличием, поехал учиться в Москву. Уже на первом курсе ребята посоветовали записаться в проект в гостях у будущего работодателя и съездить на собеседование в Саров. Спустя два года молодой человек воспользовался этим советом. Моя специальность ядерная физика и технологии. Я выпускаюсь, в дипломе будет написано, что я инженер физик. Как я понимаю. В принципе у меня будет узкая специальность, связанная с экспериментальными методами ядерной физики. Ну, там связано это с детекторами, с излучением, с ускорителями и так далее. Выбор этого жизненного пути у Дмитрия осознанный. После школы он долго думал учиться в родном городе, ехать в Нижний Новгород или пытать счастье в столице. Вскоре подал документы в Москву и вот уже три года с каждым днем все больше погружается в то, с чем решил связать свою жизнь. То, чем я буду заниматься, мне нравится. Ну, я заинтересован на данный момент. И чем глубже я погружаюсь в предметы, которые по специальности, мне начинает еще больше нравиться. В собеседовании в Сарове для Дмитрия отличная возможность не только посмотреть закрытый город. По словам молодого человека, здесь есть множество вариантов проявить себя как специалиста и, возможно, даже сделать какое-то научное открытие. А встреча с представителями подразделений ядерного центра добавила еще больше уверенности. В будущем стоит жить и работать в ЗАТО. Нас вводят в курс дела, чем мы будем заниматься, где мы будем заниматься. На данный момент я приехал в Саров. То есть здесь это одна из площадок, на которых я могу себя реализовать, могу построить здесь карьеру как физика и заниматься чем-то, связанным с моей специальностью. Практика собеседований, когда студенты ведущих вузов приезжают в города, где в них есть потребность, как в высококлассных специалистах, существует не первый год. Подобные встречи идут на пользу и студентам, и работодателю. Первые находят коллектив и работу по душе и призванию. Вторые аккумулируют лучший научный потенциал страны и создают все условия для выполнения самых сложных научных задач. Выставки, спектакли, концерты и литературные вечера. На канале 16 стартует новый проект о культуре в закрытом городе. Наши журналисты расскажут вам все о том, что происходит на творческих площадках Сарова. Первый выпуск «Культпохода» в эфире уже в ближайшие воскресенья. Новый сезон на канале 16 стартовал две недели назад. За это время наши журналисты уже успели поведать вам несколько интересных историй нашего города, которые происходили несколько десятков лет назад, рассказать последние новости из мира кинематографа, поделиться размышлениями малышей об осени. В эфире нашего канала зритель уже мог видеть свежие выпуски любимых программ и даже спецвыпуск соседского Wi-Fi. Но нам по-прежнему есть чем вас удивить. Уже в это воскресенье на ваших телеэкранах появится новый проект под названием «Культпоход», который призван развенчать миф о том, что в Сарове совершенно некуда сходить и нечем заняться в свободное время. Сталкиваясь непосредственно каждый день с разнообразными интересными мероприятиями в сферах культуры, понимаю, что на самом деле в городе много чего интересного происходит. Хочешь, чтобы саровчане об этом знали. Формат программы – это дайджест, или по-другому можно даже сказать гид по культурной жизни города. Премьеры спектаклей, гастроли, концерты. Программа «Культпоход» придется по душе каждому жителю нашего города. И тем, кто считает себя истинным ценителем искусства и не пропускает ни одного открытия выставок. И тем, кто выбирается в театр или музей лишь раз в несколько месяцев. Наша программа подойдет для зрителей абсолютно любого возраста, потому что в культурной жизни города происходит очень много интересного как для детей, так и для людей взрослого и даже зрелого возраста. Также в нашей программе мы будем рассказывать не только о культурных событиях, но и о интересных личностях, которые тем самым искусством и занимаются. В нашем первом выпуске у нас будет выйдет большое интервью с народным артистом России Евгением Князевым. И наша съемочная группа имела уникальную возможность пообщаться с этим очень важным деятелем театра и даже современного театра вообще о судьбе этого направления искусства сейчас в стране. А еще литературный вечер в библиотеке имени Маяковского, гастроли спектакля супруги Каренина, съемки проекта «Десять песен атомных городов» и многое другое. Все это смотрите в первом выпуске программы «Культ поход» уже в это воскресенье в 8 часов вечера. В Сарове появится новая стоянка на 110 автомобилей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Парковку должны построить около домов номер 21 и 23 по Варламовской дороге. На ее возведение готовы потратить до 8,5 миллионов рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В КБ номер 50 предупредили об очередных изменениях. Как сообщают медики, в детской поликлинике изменилось время, когда обновляется запись на прием к врачам. Теперь новые талоны появляются на портале пациента ежедневно в 11 часов. Когда ждать новых проверок? Стоит ли самозанятым опасаться людей в погонах? Насколько остро стоит проблема коррупции в Сарове? Ответ на эти и другие вопросы можно будет услышать в Центре поддержки предпринимательства. 25 октября там пройдет круглый стол с представителями силовых структур. Записаться на встречу можно по телефону 9-92-63. Она начнется в 16 часов. Саровские собаководы привезли домой награды международной выставки, которая прошла в Нижнем Новгороде. Наш город представляли кинологи клуба Акбар из Центра внешкольной работы. По мнению жри, в состав которого вошли эксперты из Испании, Италии, Франции и других стран. Право называться одним из лучших заслужили три саровских питомца. Малый Брабансон Максвелл, Почувствовать себя настоящим комиссаром или мафиозем может каждый желающий. Вот уже 4 года в Сарове существует клуб салонной мафии «Закрытый город». Каждую неделю он собирает на своих играх горожан различного возраста и профессий. Мафиозники регулярно выезжают на областные и общероссийские турниры и становятся лучшими игроками региона и страны. А 17 ноября «Закрытый город» откроет свои двери для новичков. Для одних он Александр Прапорщиков, сотрудник ядерного центра. Для других – господин Лазер, мастодонт в мафии. В рядах мафиозников Александр с первого дня основания клуба «Закрытый город». Молодой человек принимал участие во многих турнирах и не раз становился лучшим игроком. Салонная игра помогает ему приобретать новые знакомства и развивать в себе определенные качества. Главное не волноваться, держа себя в руках. Самое главное в мафии, в игре, она чему учит? Это сдержанность, чтобы ты был сдержан, клонокровен. Ну, даже если ты мафией первый раз играешь и промахнулся, даже ты не должен себя выдать. Ну, то есть играть свою роль. Быть членом клуба «Салоны мафии. Закрытый город» – это не только проводить вечера в молодежном центре за игрой. Мафиозники регулярно принимают участие в областных и всероссийских турнирах, где становятся победителями и привозят домой кубки и медали. Также организаторы стараются придумывать для любителей этой интеллектуальной игры различные акции. Одна из таких – «Тайный друг». Это уже третий раз проводится данная акция. Суть ее заключается в том, что 26 человек, 13 мальчиков, 13 девочек, в течение месяца дарят друг другу какие-то подарки. Сделать это надо как-то скрытно, чтобы твой друг не узнал. Поэтому акция называется «Тайным другом». А именно 17 ноября, на дне рождения мафии, будут подводиться итоги этой акции. 17 ноября примерить на себя роль шерифа или дона мафии сможет каждый желающий старше 15 лет. Клуб «Закрытый город» приглашает саровчан на четвертый день рождения. Игры пройдут в молодежном центре. Начало в 20 часов. Более подробную информацию в группе ВКонтакте. Диплом первой степени за лучший репортаж завоевали юные журналисты Дворца детского творчества. Подведены итоги четвертого фестиваля телевизионной журналистики «Атом-ТВ», который традиционно собрал юнкоров городов присутствия Госкорпорации «Росатом». Впервые конкурс проходил сразу в двух городах – Москве и Заречно. О том, в каких интересных местах побывали юные корреспонденты «Серебряного перышка», у кого брали интервью и чьи мастер-классы посетили, расскажем далее. Побывать в студии программы «Вести» за три минуты до эфира. Пообщаться с ведущими популярной утренней передачи, задать вопросы сенатору Федерального собрания. Для Кирилла Новикевича и Андрея Махмудова это стало возможным благодаря участию в фестивале «Атом-ТВ». Казалось бы, еще недавно я был в своем небольшом провинциальном городке, а уже сейчас готовлюсь зайти в Совет Федерации. Это начало репортажа ребят «Московская осень» с «Атом-ТВ» о том, как проходили фестивальные дни в столице. В жестких условиях молодой съемочной группе пришлось на ходу придумывать тему ролика и интересный ракурс для съемки, так как штатив в режимные издания брать не разрешили. Сендап нужно писать, и желательно статичный. Я решил лечь, пользуюсь таким методом, все ради хорошего кадра. Мастер-классы, экскурсии, встречи с интересными людьми. Два дня в Москве и два в Заречном. В небольших перерывах ребята брали интервью сенаторов, телеведущих, режиссеров, чиновников и журналистов. В итоге полученный репортаж удостоился диплома первой степени в номинации за человечное обращение к герою сюжета. Мы решили подойти к ним как к людям, а не как к профессионалам. Рассказали именно о их личностных качествах, о том, как они ведут себя с детьми, с людьми. И сделали про это ролик. Юнкор и Андрей на фестивале больше интересовали мастер-классы по написанию текстов и работе в кадре. Кирилла, как будущего видеооператора, привлекал новейшее профессиональное оборудование студий федеральных каналов. Каждый из ребят извлек для себя что-то полезное и интересное из фестиваля. Можно заметить, насколько они выросли профессионально, насколько они творчески подходят теперь к своему делу. То есть это уже, я считаю, почти профессиональные журналисты готовые. И все это благодаря вот участию в этом проекте. Дипломы победителей стали для мальчишек стимулом к развитию и совершенствованию своих навыков. Ребята вернулись в фестивали с новыми творческими идеями. Сейчас они работают над новым проектом, который пока держат в секрете. Песни советских лет Нижегородской филармонии завершился фестиваль песен под названием «Надежда». В проекте приняли участие как профессиональные творческие коллективы, так и исполнители-любители. Для некоторых жителей области конкурс стал шансом заявить о своем таланте. По итогам лучшим ансамблем фестиваль был признан коллектив «Забава» Центра внешкольной работы. В этом году фестиваль «Надежда» посвятили столетию комсомола, поэтому участникам предстояло исполнить песни композитора, героя социалистического труда и народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Для своего выступления педагог и участница «Забавы» решили выбрать композицию «Старый клен». И не прогадали. Члены жюри признали ансамбль русской песни лучшим коллективом в своей возрастной категории. Долго готовиться нам не пришлось, потому что это август месяц, это еще даже не начало учебного года. В общем, как-то так спонтанно все получилось, быстро, но песня такая лирическая и мелодия достаточно ложится хорошо. Запоминается, выучили быстро, ничего не ожидали. Просто поехали поучаствовать, посмотреть, послушать другие коллективы. Сестры Шевлягина занимаются вокалом с пяти лет. Настя и Арина стараются принимать участие во многих фестивалях, как городских, так и региональных. Это помогает им совершенствовать свои вокальные навыки, заводить новых друзей. А благодаря фестивалю «Надежда» девочки еще и расширили свой репертуар. Выучили песню, которая не входила в наш репертуар, но после этого конкурса мы решили, что нам нравится песня Александра Пахмутовой, и мы взяли одну песню, которую мы пели, «Старый клён», себе в репертуар. На конкурсе ансамблю народной песни «Забава» вручили памятные дипломы и гитару, которые теперь украшают репетиционный зал коллектива. Лучший подарок, конечно же, мед. Эти слова из известного мультфильма давно уже претендуют на статус народной мудрости. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. А мед с пасеки пчеловодов Михайловых еще и отличается богатым ассортиментом сортов и вкусов. Ну а найти лакомство по душе можно в Ледовом дворце. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Ледовом дворце. С 25 по 27 октября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. «На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством». Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И, как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работой сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. «Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям. Аллергию не вызывает». Конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. «Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием». Все сорта меда можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Ледовом дворце с 25 по 27 октября с 10 утра до 7 вечера. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей!